Утро на Болткоме 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 который себе сделал слиток золотой в виде какой-то долларовой купюры, я достоинства ее не разглядел. Ну, пускай будет 100 долларов. Вот кто мог повесить себе курорт на шею в обрамлении бриллиантов на самом деле. Ну и еще одна новость, которая пришла якобы, ну вот мы даже пару дней назад сообщали о том, что в Токио для спортсменов были специальные антисекс-кровати. Ну, для того, чтобы они были рассчитаны только на одного человека и якобы говорили о том, что вот что там вообще творится за пределами стадионов. Вот все спортсмены устраивают чуть ли не оргии, и поэтому в Японии решили отнестись к этому строго. Ну и сейчас признают, что это была как бы фейковая новость, и что... Потому что на самом деле все постели там двухместные, а то и трех. На них можно заниматься чем угодно. То есть вот спортсмен, по-моему, откуда-откуда, британский спортсмен доказал, что можно... Как он это доказал-то, Хосфальд, что на них можно заниматься чем угодно. Даже не будем подробности раскрывать. Ну, предположу, что поставил эксперимент. Ну, очевидно. Путем опытным путем проверил. В чем проблема-то с на местной кроватью? Ну, честно, не понимаю. Все мы были студенты. Ну, вообще, есть же два подхода, что перед соревнованиями не-ни, и надо воздерживаться, либо наоборот, перед соревнованиями наоборот, нужно как бы... Ну-ну. Ну-ну. Ого! Ого! Скинуть с себя лишний груз, так сказать, и напряжение. И чтобы все было заточено на достижение рекордов. Кулинарный рекорд, назовем это так, был установлен во Франции. Первая в мире лабораторная фуагра появилась в этой стране. Французский стартап, называется Гурне, конечно же, создал выращенную в лаборатории альтернативу фуагра. Продукт получили путем излечения клеток из единственного оплодотворенного утиного яйца. Да. Исследователи и эксперты уверяют, что полученный продукт неотличим от обычного фуагра, представляя такой же маслянистый и нежный вкус. Стартап на этом не остановится. И говорят, что ладно, следующим этапом мы создадим цельную, значит, вот искусственную утку. Вот очень забавная история. Сейчас нейросети решили проверить, ну, искусственный интеллект. И предложили ей омолодить фотографии, ну, знаменитости, которые уже сейчас в достаточно почтенном возрасте, Мадонну, Арнольда Шварценеггера, и превратить их в подростков. Ну, и понятное дело, что фотографии-то и в подростковом возрасте есть под рукой. И можно сравнить, как вот нейросеть справляется ли, или это будет совершенно, ну, какая-то фантазия. И в результате очень интересно, интересные выводы пришли, что с Киану Ривзом это не сработало. То есть с Киану Ривзом проблема была в том, что Киану Ривз, по-моему, не стареет, он абсолютно молодой. Он и не молодеет. И не молодеет, у него какой-то застывший вот возраст. И там, ну, совсем было какое-то неправильное изображение. То есть вот его омолодили, но он при этом потерял свои вот национальные, он же там наполовину гавайец, там какие-то у него там корни есть гавайские. Вот. Попробуем связаться с нашим дорогим гостем. Уже мы связались с ним. Отлично. Сейчас мы пытаемся это все сделать. Попробуем мы на тему, действительно тоже актуальную, особенно для нашего города, потому что все мы знаем, насколько сложно передвигаться бывает по городу, учитывая то, что особенно вот в летний период активизировались и велосипедисты, и самое главное вот те, кто передвигаются на электросамокатах. Да, и целое исследование провел оператор мобильной связи БИТ и опросил экспертов касаемо передвижения на вот этих вот двухколесных средствах, особенно на электрических самокатах. И выяснилось, что, в общем-то, правила соблюдают далеко не все, и культура езды тоже оставляет желать лучшего, и все ограничения, по большому счету, они не работают, и этот вопрос надо решать комплексно. Именно поэтому один из экспертов, который был задействован в этом исследовании БИТа, сегодня согласился с нами тоже пообщаться. И мы с удовольствием начинаем. Доброе утро. Доброе утро. Да, скажите, пожалуйста, насколько действительно серьезная вот эта ситуация с электросамокатами в городе, как частые нарушения дорожного движения, и как, на ваш взгляд, с этим можно бороться? Ну, во-первых, вы упоминали исследование, это исследование технического университета, то есть где я работаю, и делали больше таки не то, что сколько кто нарушает, поскольку это совсем другой вопрос. Мы больше исследовали само движение электросамоката. Что касается, ну, нарушения, ну, не только в нарушениях дела, поскольку, ну, если все стопроцентно бы соблюдали право дорожного движения, то ДТП как такой не были бы. То есть всем известно, что так или иначе люди, если даже хотят соблюдать правила, что нормально и так должно быть, то люди ошибаются. То есть надо считаться и с тем, что не каждый, не всегда все будет сделает согласно правилам. — Напомню, да, как-то не хватило времени представить. Юрий Скрейсберг с нами на связи, преподаватель РТУ, исследователь, читает на программе «Автотранспорт» различные дисциплины и теории автомобилей, безопасности автодвижения и исследования в сфере автотранспорта, поэтому действительно признанный эксперт. Скажите, пожалуйста, как эта сфера должна наиболее лучшим образом регулироваться? — Ну, здесь больше я думаю, что это новое, но регулирование сделано очень похоже на велосипедистов, поскольку есть очень много общего с велосипедом. И там есть значительная разница, то есть оно как бы кажется более удобное, на нем как бы можно быстрее научиться ездить и научиться ездить быстро, и это одна самая опасная вещь, что быстро как бы стал, быстро нажав кнопку, опс, 25 км в час и еще с трудом справляемся, не понимаем, как он действует и так далее. То есть, если по статистике, то не так плохо в этом году, если в прошлом году, к сожалению, было два погибших в Латвии на электросамокатах, в этом году нет. До июня было три тяжело раненых люди, которые более 24 часов в больнице проводят. — Ну, это больно, поскольку статистика такова, что большинство пострадавших — это действительно те самые люди, кто едут на самокатах. Конечно, как бы пешеходы от них тоже опасаются, и правильно, что опасаются, но больше всего люди сами себе делают проблемы, которые едут на такой технике. — Но мы видим все равно то, что пешеходы, очень часто переходя улицу, не смотрят на эту дорожку велодвижения, то есть они чаще всего смотрят просто нет ли машин, и сколько раз, вот я был свидетелем, когда буквально чудом удавалось разменуться с электросамокатом, который несется, его закрывают, например, припаркованные машины в ряд, они закрывают обзор велодорожки. — Но предположу, что совместного опыта еще нет, потому что сверхпопулярное средство передвижения стало, но буквально взрывной характер был этой популярности сколько, два года, три максимума? — Ну да, но нам всем надо привыкнуть к той ситуации, которая меняется. Меняется сперва, поменялось с велосипедами, сейчас и электросамокаты. — Кстати, это можно увидеть и в статистике, поскольку очень большое количество раненых уже велосипедистов в прошлом году было очень близкое количество с пешеходами. Ну и если раньше было где-то два раза и даже больше отличалось количество, то сейчас раненые уже велосипедисты и самокаты уравнились с пешеходами. — То есть, ну, это рискованный вид передвижения. — Ну, с другой стороны, стало больше велосипедистов, больше перемещающихся на электросамокатах. Естественно, что стало и больше каких-то ЧП с ними связанных. Но если вернуться к регулированию, достаточно недавно, и мы это в том числе с коллегой обсуждали в нашем эфире, были закреплены определенные правила перемещения на электроскутерах, этих электросамокатах так называемых, в том числе не быстрее 20 км в час, понятное дело, только в трезвом состоянии, не более одного человека на доске и так далее и тому подобное. — Кто, на ваш взгляд, должен следить не то чтобы за соблюдением этих правил? Понятно, полиция и, кстати, госполиция буквально вчера высказалась, замначальника главного управления порядка Лаурис Арейс заявила, что полиция будет более строго следить за нарушениями, которые совершают именно водители электроскутеров. Но что касается культуры, кто должен обращать на это внимание? Может быть, городские власти, какие-то общественные организации воспитывают то самое самосознание передвигающихся? Или это дело опыта? Ну, потому что в тех же самых странах, на которые нас сейчас пытают равнять, Голландия условная, где больше опыт передвижения на двухколесных средствах, это произойдет просто естественным путем через, не знаю, в течение 5-7-10 лет. Опыт, конечно, важен. Но, в принципе, да, если говорить о регулировании, я в таких случаях, как правило, говорю, я более технический человек, на технические вопросы можно быстро ответить. Конечно, как каждый, можем говорить о юридических вещах, но такие вещи никогда нехорошо делать в спешке, скажем, во время интервью или чего-то. То есть, если хотим что-то менять, там нет таких очень простых вопросов, как надо или как не надо, поскольку сделать можно по-различному. То есть, людям какую-то свободу тоже надо, каждому, не тем людям, это нам людям, да? То есть, это мы же сами свое общество создаем, и, ну, как бы не хотим, чтобы каждый наш шаг был регулирован. Ну, то, чтобы все... Если те люди, которые очень, ну, много, явно нарушают и поднимают уровень риска, ну, конечно, для этого полиция и есть, и есть хорошо, что они... И осознают и обещают, что помогать нам будут с этой проблемой, справлять. Хорошо, тогда ближе к вашей теме организации движения. Те изменения, которые сейчас переживает Рига, пресловутые столбики, новые велополосы, как вы оцениваете вот этот вектор развития города? Как всегда есть хорошие и плохие вещи, да? То есть, то, что было сделано, ну, то, что сделано, как бы, не знаю, какое слово тут можно употреблять, ну, не очень-то сообразно. Оно разумно или неразумно? Не очень-то разумно, в общем, да, такие вещи есть. А, в принципе, конечно, есть очень хорошие вещи, ну, те же самые пешеходные переходы через несколько полос, ну, они очень-очень опасны. Да, то есть, эти столбики там помогают. Это велодорожка, как такова, хорошая, если сделать, если велодорожки мешают общественному транспорту, ну, я не могу назвать это хорошим. Ну, это все так много прозвучало, и люди же много, ну, много говорят, и у меня нет какого-то отличающего мнения от этого. Да, то есть, есть хорошая вещь от этого, безопасность может улучшаться, но не надо сделать, это надо профессионально делать. Ну, некоторые места в городе, как бы, никак не назовешь профессионально. Я напомню, что Юрий Скрейсберс, преподаватель РТУ, с нами на прямой связи. Вот у меня вопрос, что произойдет, если все-таки будет увеличиваться, продолжать увеличиваться количество электросамокатов, потому что уже сейчас мы видим, что электросамокаты и велосипеды начинают обгонять друг друга, и вот выезжая на встречную полосу, достаточно опасную, вот по этой велодорожке, вот есть ли в каких-то моделях вот какой-то предел возможностей наших сейчас велодорожек, которые могут выдержать вот этот поток транспорта именно вот велосамокатов? Всегда есть пределы, но это действительно есть проблема, что люди, которые как бы себя чувствуют более привилегированы, то есть либо он едет на электросамокате, либо только что был пешеходом и знает, что у меня все привилегии, и как бы они, во-первых, между собой не соблюдают какие-то правила, в том числе право дорожного движения. Очень многие едут по тротуару, на тротуаре такого явного сказанного, как надо ехать по тротуару, нет, ну, не надо как бы делать опасную ситуацию, но я сам еду довольно много на велосипеде, ну, еду на машине, конечно, тоже, и в том числе на электросамокатах, не, не люблю это средство, я ездил, когда надо было для исследования, но это не для меня средство передвижения, и поэтому я как-то не очень-то верю, что очень будет развиваться, поскольку велосипеды имеют много преимуществ, электросамокаты имеют компактность, преимущества, ну, это бесспорно, и как бы красоту кажущую, красоту управления. К сожалению, наше время вышло, тем не менее, огромное спасибо за ваше высказывание, за ваше мнение, с нами был Юрий Скрейсберг, преподаватель РТУ, исследователь-профессионал в том, что составляет дорожное движение. Огромное спасибо, ещё раз хорошего дня, мы прерываемся, и после паузы вернёмся с новым гостем, куратором кинофестиваля «Процесс», не просто так «Процесс», практически «Кавкеанский процесс», потому что это фестиваль экспериментального кино. Вот что за экспериментальное кино, нам расскажет Эва Балуда через несколько минут. Радио Балдком